Транспортные нововведения, блестящий рост и отечественный кинематограф. Пассажиры БЖД смогут смотреть белорусские фильмы во время путешествия. Какие ленты в списке? Главный государственный праздник. Беларусь отметила День независимости. Дай бог ветеранам, каждому нашему ветерану, живущему в нашем городе, в нашей стране еще много-много лет. Чем знаковая дата запомнилась в Бобруйске? Стежок за стежком. Одна из лучших швейных фабрик страны тогда и сейчас. Как говорит наш президент, санкции – это возможность поиска новых рынков сбыта. Что сегодня в ассортименте «Славянки»? Как комарик укусит. В стране появится дополнительная вакцинация от коклюша. Все могут обратиться в территориальную поликлинику, детскую и взрослую. Какие инновации ждут национальный календарь? Ради жизни. Следственный комитет запускает информационную кампанию по профилактике гибели детей. Заглушки ставим, чтобы обезопасить. Как не проворонить счастье? Отмена Олимпийских игр, политическая гонка и рыбный запрет. Латвийские шпроты оказались под угрозой. К чем причина? Историческое событие. Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Решение подписано во время заседания Совета глав государств, которое прошло в Астане. Как отметил председательствующий на саммите президент Казахстана, Беларусь успешно выполнила все процедуры, которые необходимы для вступления в организацию. Он выразил уверенность, что республика внесет весомый вклад в укрепление безопасности. Один из шагов для создания Большой Евразии – отказ от доллара и разработка механизма двусторонних платежей в национальных валютах, заявил Александр Лукашенко, выступая на собрании. Буквально несколько слов о конкретных направлениях, которым мы в качестве полноправного участника планируем уделить повышенное внимание. Во-первых, это международная безопасность. Глубоко убеждены, что в 21 веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный эгоистичный Запад на такое оказался неспособен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно. Со своей стороны постараемся адаптировать наши инициативы в этой наиболее актуальной сегодня для нас сфере. Второе – экономика. Уже сегодня у нас есть взаимовыгодные проекты в энергетике, транспорте, логистике, финансах и промышленной кооперации. Если мы выработаем на нашей площадке четкие правила, выиграют все, в том числе за пределами региона ответственности ШОС. Кроме того, на полях саммита белорусский лидер провел переговоры с президентом Турции, Монголии, Китая и генеральным секретарем ООН. Белорусская киноподборка, страна молодежи и окончательное решение. Правительство определило перечни видов деятельности, которые разрешены для осуществления в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Где можно посмотреть? Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. Золотовалютные резервы в Беларуси продолжают расти. К 1 июля они увеличились на почти 3%. Общая сумма – 8 миллиардов и без малого – 359 миллионов долларов. Наибольшую долю в международной структуре занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. В салонах такси, а также общественном и грузовом транспорте появятся видеокамеры. Так, в госавтоинспекции планируют повысить уровень мониторинга дорожного движения. В некоторых машинах в перспективе возможна установка алкозамков. Например, это касается профессиональной техники и маршруток. Устройство не дает завести авто, если не будет пройдена проверка на трезвость через алкотестер. Практически каждый пятый беларус относится к категории молодежь. Согласно подсчетам Белстата, на 1 января 2024 в республике насчитывалось свыше полутора миллиона людей в возрасте от 14 до 30 лет. Больше всего молодых проживает в столице Минской и Гомельской областях. К слову, в Синекой на тысячу юношей приходится 962 девушки. Пассажиры БЖД смогут смотреть белорусские фильмы во время путешествия. Такая услуга доступна в поездах межрегиональных линий бизнес-класса, которые связывают Минск с областными центрами. Подборка осуществлялась с учетом возрастных категорий и интересов. В нее войдут 22 самые популярные картины из Золотого фонда «Беларусьфильма». Проект направлен на популяризацию национального кинематографа, сохранение историко-культурного наследия. Беларусь независимая. 3 июля Синеукой отметила главный государственный праздник. Спустя 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков, страна смело смотрит в завтрашний день и гордится поколениями соотечественников, которые, не жалея себя, вставали на защиту Родины и верили в счастливое будущее детей и внуков. Об истории и современности Юлия Вернер. День величайшей радости и глубочайшей скорби. Ровно 80 лет назад советские войска освободили белорусскую столицу. В боях за свободу и будущее страны погиб каждый третий. Понимая значимость этой даты, всенародным голосованием белорусы выбрали именно этот день главным государственным праздником. Почтить память павших в те страшные дни и поблагодарить за мирное небо над головой на площади Победы собрались как городские власти, депутатский корпус, духовенство, военнослужащие, представители общественных организаций, предприятий, так и неравнодушные граждане. В сознании белорусов навсегда память тех трагических лет и осознание. В наши дни подобное недопустимо. Со словами о важности мира и поздравления с праздником перед собравшимися выступил председатель Бобруйского горисполкома. Вся страна гордится этим праздником, в том числе и нашим Бобручане. Посмотреть, сколько сегодня людей собралось. И я, как сегодня сказал, дай Бог ветеранам, каждому нашему ветерану, живущему в нашем городе, в нашей стране, еще многое-многое лето здоровья. Сегодня воспитание молодежи – одно из главных направлений идеологической работы. Основы – историческая память. Юноши и девушки чтят героев и события прошлого. Мы должны, я как представитель молодого поколения, мы должны помнить об этом дне, чтобы укреплять, скажем, память. Ну и поздравляю всех с Днем независимости. Однако есть и те, кто знает о страшных днях не понаслышке. Голодовали, у вас за рычаг было, в болоте сидели, там люди умершие, лежали, трупы. А мы, мама, трое нас было. Мы кинут немцы хлеба по кусочкам, кому досталось, а кто укусил, а кто и голодный был. Войны этой больше не было. Хватит нажалеть, голодные пробыли. Рев мотора. Программа праздника продолжается на задней площадке Бобруйской арены. Уже традиционный конкурс «Автоледи» собирает десятки представительниц прекрасного пола. Поболеть за свои половинки приходят и самые главные критики – мужья. Организаторы зрелищного шоу – БРСМ, ГАИ, ДОСААФ. Сегодня у нас пять участниц. Участницы Саграмаша, СРТИ, ЖРЭО Первомайского района, ЖРЭО Ленинского района и КУБДЭП. В конце они будут награждены подарками и дипломами. Данное мероприятие направлено на повышение роли и значимости женщины за рулем, а также более профессиональной их подготовки. Я как директор этой школы могу заявить, что женщины, девушки сейчас все больше и больше занимают место в управлении транспортными средствами. Они хорошие ученики, они хорошие водители на дорогах. Участницам предстоит проявить свои навыки в трех этапах. Знание ПДД – презентация своего авто. При оценке жюри рассматривает как оформление, так и творческую подачу. В последнем состязании девушки демонстрируют скоростное маневрирование. Парковка задним ходом и диагональная. Габаритная змейка – разворот в условиях ограниченной ширины проезжей части. Критерии оценки – время, правильность прохождения. Мы готовились всей нашей дружной семьей. Это моя семья, муж, дети, мои друзья, мои коллеги. Все это было очень волнительно, в то же время весело, задорно, и мы рады участию. Было очень сложно, потому что последний раз я на эти тесты отвечала 10 лет назад, когда училась в автошколе. Поэтому сложновато. Справилось на все 100. Сегодня лучше всех справились с маневрированием. Насколько было сложно все-таки преодолеть внецах? Не сложно, потому что я 8 лет за рулем, без прерывного стажа, но волнение, конечно, сильное. С 4 часов вблизи Ледовой Арины начинают работу торговые ряды, тематические и игровые площадки. Досуг организован на любой вкус и цвет. Найти для себя интерес могли как взрослые, так и дети. Моему ребёнку 2 года, вот он выбирает столько здесь игрушек, не знает, куда бежать. Да, разбегаются глаза. Наши дети здесь прекрасно отдыхают, их родители вместе друг с другом тоже и отдыхают, и общаются. А самое главное, что здесь весело и всё бесплатно. Особый ажиотаж возле контактного зоопарка. Кролик, шиншилла, морские свинки, хорёк. Всех можно гладить, брать на руки и кормить. Что ещё надо малышам? Дети, когда общаются с животными, они воспитываются добрыми, отзывчивыми. Чувство сострадания у них формируется, а это очень важно. Закупиться впрок. Город мастеров радует изобилием сувениров, кухонной утвари, украшений, предметов домашнего интерьера. Выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства предлагает изделия из керамики, фарфора, стекла, льна, камней и бисера. Вот такую доску. Для своей кухни. Потому что натуральное дерево. Надеемся, нам это принесёт удовольствие. Много у нас ассортимента. Мы занимаемся разделочными досками. Много минажниц, много подсвечников из разных пород дерева. Уникальные творческие работы с деревом, как красным, уникальными породами, которых в Беларуси не найти. Ключницы, дрифтвуд такой разный. Ну, народа довольно-таки много. Ажортаж хороший. С шести часов на сцене у Ледовой арены концерт «Квитней» родима под облакетным небом. Настроение зрителям поднимают городские творческие коллективы Центра дополнительного образования детей и молодёжи. Школа искусств имени Ловникова. Ансамбль народной песни «Бобруйские музыки». Вокальная группа «Любава» и многие другие. В 22.55 уже традиционная в такой день акция «Споём гимн вместе». В стороне не оставался никто. Весь город в один голос повторяет слова главной песни страны. «Бобруйские музыки». Сразу после исполнения кульминация дня – праздничный салют. День независимости в памятную дату 80 лет освобождения Беларуси – Бобруйск празднуется размахом. Через год ещё одно знаковое событие – 80 лет Великой Победы. Пока белорусы помнят о цене свободы и независимости, за завтрашний день можно не беспокоиться. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин. Итоги недели. В период школьного миссизонья лето становится действительно жарким. Учреждения образования готовятся к началу нового учебного года. Результаты проделанной работы к 1 июля обсудили на заседании Бобруйского горисполкома. Узнавал о создании комфортных и безопасных условиях Роман Костяков. Учреждения образования проводят разного рода работы на протяжении всего учебного года. Лето – самый идеальный период для продуктивного благоустройства заведений. У школьников появляется прекрасная возможность не только помочь месту учёбы, но и заработать. В период каникул в 19 заведениях трудоустроены около 500 учащихся. При этом средняя заработная плата – порядка 125 рублей. В направлении кадровой политики тоже проделана объёмная работа. К педагогическому коллективу численностью свыше 3,5 тысяч добавляется 97 молодых специалистов. Но сегодня, в большей степени, работы кипят именно на местах. Для организации образовательного процесса приобретены интерактивные системы для 16 учреждений образования, персональные компьютеры для 33 учреждений, МФУ для 32 учреждений, компьютерный класс для базовой 15-й школы, заключены договоры на поставку компьютерных классов для 27 учреждений образования, химреактивов для кабинетов химии. Проводится закупка и заключаются договоры на поставку оборудования, инвентаря для оснащения кабинетов труда в учреждениях общего среднего образования. В сентябре 24-го школьный порог переступит более 24 тысяч учащихся, в том числе около 25 сотен первоклассников. К этому моменту учебные заведения должны быть во всеоружии. В этом году у нас достаточно средств выделены на эти цели, более 15 миллионов, в том числе 7 миллионов на замену оконных заполнений во всех учреждениях дошкольного, специального и дополнительного образования. Более 5 миллионов направлено на текущие ремонты учреждений общего среднего образования. Это средства, которые мы сэкономили по нормативу по итогам работы за 2023 год. И более полутора миллионов предусмотрено на капитальные ремонты дошкольных учреждений. К ремонту и оборудованию учреждений дошкольного образования уделяется особое внимание. Только за весну во многих детских садах заменили окна. Для безопасности наших воспитанников все окна оборудованы блокираторами замков, чтобы нашим воспитанникам было комфортно, уютно и хорошо. Таким образом, учреждениями образования проводится планомерная работа в подготовке к новому учебному году. Принимаются необходимые меры по созданию безопасных и комфортных условий пребывания учащихся в учреждениях образования. Роман Костяков, Максим Калинин. Итоги недели. Укол здоровья. В национальном календаре прививок появилась еще одна вакцинация против коклюша. Дополнительные меры приняли в связи с регистрацией в стране 1700 случаев заболевания за последние 5 месяцев. Вакцинировать начнут детей в 6-летнем возрасте. Сейчас, согласно национальному календарю, укол здоровья делается в 2, 3 и 4 месяца с последующей ревакцинацией в полтора года. Часто родители спрашивают, а можно ли привить ребенка от тех инфекций, которые не определены национальным календарем. Да, на сегодняшний день существует такая возможность сделать прививку ребенку от менингита, от пневмококковой инфекции, от ветряной оспы, от вируса папиллома человека и вирусного гепатита А. К слову, с начала года в Беларуси зарегистрировано 200 случаев кори. Чаще всего болеют дети, не имеющие прививок против вируса. Среди симптомов повышенная температура, сухой кашель, сыпь, светобоязнь. Осложнения могут привести к непоправимым последствиям, таким как пневмония, отит, коревый энцефалит, вплоть до летального исхода. Все могут обратиться в территориальную поликлинику, детскую и взрослую, для выражения своего желания привиться за личные средства. То есть вы приходите в поликлинику, там, как правило, есть вывески с перечнем инфекций, против которых можно заказать вакцину и название вакцин. Обращайтесь по определенному алгоритму, записывайтесь в лист ожидания и порядка 7-10 дней бывает, пара дней ждут вакцину, вы оплачиваете и можете привиться. Сегодня в национальном календаре прививок 12 инфекций, среди которых вирусный гепатит В, краснуха, корь, туберкулез, столбняк. Все вакцины, включенные в календарь, бесплатны. Как правило, участковый врач следит за исполнением и вовремя напоминает о вакцинации. Достаточно обратиться в учреждение здравоохранения. Как гласит народная мудрость, предотвратить проще, чем лечить. Флагман легкой промышленности страны – Славянка. За последние 30 лет предприятие выросло до 10 цехов и нескольких филиалов. Не последнюю роль в формировании гиганта сыграл и Александр Лукашенко. Президент посещал фабрику дважды – в 2000 и 2020. Об ассортименте и перспективах далее. В повседневный лук белорусов входит именитый бобруйский бренд – Славянка. Качественная и современная повседневная одежда, образы делового стиля для взрослых и школьников. Продукция предприятия отличается многообразием форм, фасонов, цветовой гаммой, современным кроем и фирменной фурнитурой, износостойкими тканями. Перед тем, как стать предметом гардероба, наряды проходят большой путь. В 99-м году пришла на фабрику, взяли меня вот, работаю до сих пор. Ну, в сентябре будет 25 лет. Мне всегда нравилось шить. Шью, вот, любимая операция – отделочные срочки. История гиганта начинается с 1930 года. Тогда швейная фабрика имени Дзержинского запустила первый технологический поток по производству брюк и форменной одежды для железнодорожников. Выпуск изделий тут же был удостоен государственного знака качества. Производилось в Советском Союзе около 5 миллионов плащей. И вот из них 15% производила фабрика. Модернизация производства происходила на фабрике в 1989 по 1991 годы. В это время мы закупили новое оборудование и внедряли технологии при помощи японской фирмы Джуки Корпорейш. Спустя 10 лет предприятие производит 10% продукции в Белорусской ССР. В 90-х организация, как и вся страна, испытывает тотальный дефицит. Пустые полки, инфляция, замороженное производство, разваленные колхозы, долги по зарплатам, коррупция и жизнь за чертой бедности. Растет преступность. В 94-м народ доверяет молодому депутату. Александр Лукашенко берет ответственность за страну на себя. Уже в 2000-м президент с первым визитом приезжает на Славянку. В сложный период государство подставляет плечо. Пришла давно, 32 года назад, сидела тоже за рабочим местом швеей, потом поступила, отучилась и стала технологой. Работу люблю свою, потому что сменяемость модели, что интересно модели запуск делать, потому что все равно какие-то новые узлы, сменяемость модели, поэтому это все нравится. В 2020-м Александр Лукашенко снова посещает Славянку. Предприятие одно из первых начинает шить такие необходимые в пандемию средства защиты. Пошив здесь начался в феврале. К апрелю было изготовлено 3,5 миллиона масок. Ежедневно из-под иглы выходило около 150 тысяч. Здесь же производят одноразовую одежду для медицинского персонала. Нарукавники, защитные костюмы, бахилы. Просто хочу вас поблагодарить с глаза на глаз за то, что вы делаете для страны. И, поверьте, вы делаете не меньше, чем сегодня делают врачи, излечивая наших больных. Если бы не было вашей продукции, нам бы было очень тяжело в клиниках, поликлиниках, больницах и так далее. Поэтому спасибо вам огромное. Во время общения главы государства с сотрудниками предприятия одна из работниц обращается к президенту с просьбой построить школу в 7 микрорайоне. Сказано – сделано. Через год свои двери открывает 35-я школа. Перерезать ленту Александр Лукашенко приезжает лично. Дети – это главное. И именно вы. Вы, вот эти молечки, которые первый раз вступили на площадь у этого храма, храма знаний. И те, кто готовится сегодня к самостоятельной жизни. Вы задаете темп жизни всей нашей страны. Сплав традиций и современных брендов. Производственная мощь предприятия – более 65 единиц в год. И объемы растут. Сейчас отшивают зимний и весенний гардероб. Пальто, куртки, плащи. Конечно, санкционное давление не прошло совсем уж незамеченным. Нароки в буквальном смысле не опустили. За пару месяцев отладили логистику и решили вопрос с рынками сбыта, сырьем и комплектующими. Стало сложнее работать с некоторыми традиционными заказчиками. Но этот период уже пройден. Все трудности, наверное, позади. Как говорит наш президент, санкции – это возможность поиска новых рынков сбыта. Какие-то новые возможности. Они на самом деле появились. Сырье для пошива «Славянка» использует отечественное. Часть уходит на экспорт. Стратегия предприятия остается неизменной. Трудиться на совесть, обеспечить занятость людей и предоставить им надежный соцпакет. Сдаваться в трудные времена – это не протекстильный гигант. Роман Костюков, Кристина Ариянс, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Чужих не бывает. До экватора лета 20-24 неделя. Первая часть жаркого сезона прошла под эгидой страшных заголовков СМИ, которые сменялись один за другим. Инфоповоды разные. Проблема одна – безопасность детей. Корреспонденты телеканала «Бобруйск-360» попытались найти корень зла. Спасти самое родное. Ежегодно огромное количество детей во всем мире становятся жертвами несчастных случаев. По статистике, чаще всего это происходит из-за желания познать мир. Но, как известно, за чат несут ответственность родители. Малыши в силу возраста не могут осознавать опасность действий. А взрослые, оставляя их без присмотра, даже на считанные минуты не задумываются. За очень короткое время может произойти непоправимое. Конечно, не оставлять одного ребенка. У меня вообще трое детей. Вот в сад, если идти, то надо всех брать. Все вопросы начинаются в семье. В семье. И плавно переходят в школу. Окружающая среда. Дети наши сегодня очень исключительно хорошие. Стараюсь, чтобы он не лез куда надо. Я говорю, что нельзя что-то сделать, если куда-то он захочет. Пальцы в резетку засунулись. Естественно, заглушки ставим, чтобы обезопасить. Разговаривать с детьми, объяснять им правила безопасности, обучать родителям прежде всего. В школе их учат. На неделе Страновска лыхнула новость. В агрогородке в Брестской области средь бела дня пропала 4-летняя девочка. Первыми на поиски малышки выехали поисковые отряды из Бобруйска и Осипович. Двое суток полторы тысячи людей прочесывали каждый сантиметр. Все Беларусь молилась. Чудо не произошло. Тело ребенка нашли в техническом водоеме. Выехали мы около 6 вечера. Туда мы прибыли пол первого ночи. Пошли, зарегистрировались на штаб. Нам дали как бы участок для протеса. Наш участок находился примерно около 6 километров. Меня поразил масштаб поиска о том, что было всего около 1500 людей. Независимо от того, что на данный момент это был поиск на самом дальнем расстоянии, в котором мы принимали. У нас дорога заняла около 7 часов. Соответственно, несмотря на это, все ребята, кто мог, все откликнулись. 5 июля в Брестской области из окна третьего этажа выпала 5-летняя девочка. Родители и старший брат отвлеклись на минуту. Ребенок, засмотревшись в окно, в какой-то момент оперся на москитную сетку. Естественно, она не выдержала нагрузки. Скорую вызвал очевидец трагедии. Он же сообщил родственникам ИЧП. И такое происходит каждую неделю. Цена предотвращения беды – 10 рублей. Сейчас я вам докажу, что ручку с ключом может поставить абсолютно любой человек, не имея никакого опыта. Еще одна опасность – вода. Особенно актуальна тема в жару. Нет ничего лучше, чем освежиться в водоеме в знойную погоду, что и постоянно делают несовершеннолетние. Каждый водный объект, имеющий даже небольшой абсолютно объем воды, опасен, особенно для маленьких детей. Начался дачный сезон. Надо еще раз всем осмотреться на своих участках частной подворья, дачах. Вот эти вот емкости, старые выворки, ванны, какие-то бочки, которые мы используем для полива огорода. С водой шутки плохи. На днях сотрудники освод спасли двух бобруйчанок. Десяти и тринадцатилетние девочки пошли купаться на реку. Не думая о последствиях, заплыли за буйки и начали тонуть. Вовремя поднявший тревогу очевидец спас жизнь сестрам. На призыв тут же выехала дежурная бригада. В считанные секунды школьницы были доставлены на берег. А вот семнадцатилетнего подростка, который наспор, решил переплыть березину, искали несколько дней. Тело извлекли из одной из самых глубоких точек. Конечно, мы напоминаем еще и молодым мамам, будущим мамам о том, что для малыша гораздо больше угроз существует. Это какие-то мелкие предметы, острые предметы, это радиаторы, это окна и подоконники, шуфлятки, все возможные химические вещества. От внешних причин ежегодно гибнут порядка 150 детей. Отравление, выпадение из окон, пожары, ДТП – это далеко не полный список ситуаций, которые могут привести к трагедии. Для того, чтобы напомнить родителям, как уберечь детей от беды, Следственный комитет запускает информационную кампанию по профилактике гибели и травмирования в летний период. Жизнь безопасности. Помните, никакой суп, чистый пол, выглаженная рубашка не стоит жизни самого дорогого на свете. Кристина Риянс, Елизавета Житкова, Юлия Вернер, Никита Швайковский, Максим Калинин. Итоги недели. Тщательный досмотр, рост цен и спортивный аревуар. Франция может лишиться Олимпиады. Для чего такие крайние меры? Далее громкие заголовки мировых новостей. Аналитики назвали предстоящие выборы в США войной судов. Политическая битва намечена на ноябрь 2024. Предсказать исход действительно трудно, несмотря на регулярное падение рейтингов действующего лидера. Давят на выбор избирателей также экономические и социальные проблемы, в частности, рост стоимости жизни и миграционный кризис. Франция может лишиться Олимпиады. Глава Международного олимпийского комитета всерьез рассматривает возможность отмены. Окончательное решение Томас Бах собирается принять до середины июля, то есть буквально в последний момент. Причина в политическом хаосе, который накрыл страну. Стабильно еженедельно проходят массовые акции протеста, которые отмечены ожесточенным насилием. В Турции решили ужесточить досмотр пассажиров в аэропортах. Парламент страны утвердил изменения в законодательстве о гражданской авиации, усиливающие процедуру. Если пассажир откажется от ручного обыска, он не сможет пройти на борт самолета. При этом ранее в Министерстве транспорта сообщили о новом рекорде аэропорта Антальи в этом году, где обслужили более 209 тысяч человек в сутки. Польшу ждет резкое повышение цен на электроэнергию. С января 2025 в стране возрастет стоимость энергоносителя минимум на 25%, в течение следующего полугодия еще на 50%. На это обратил внимание бывший премьер страны, переадресовав при этом претензии Дональду Туску. По его словам, сегодняшнее правительство приносит пользу банкам, а не обычным семьям. А рост прайса электричества приведет к увеличению себестоимости производства и цен в магазинах. Латвийские шпроты оказались под угрозой. Прибалтийская страна остается одной из немногих в Евросоюзе, где мясо, рыбу и сыры коптят традиционным способом – с использованием древесного дыма. Дело в том, что при копчении выделяется бензопирен, практически запрещенный в Европе. Если Еврокомиссия с ужесточением требований не отступит, о деликатесе можно забыть. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруськ-360 и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok